Ну привет, симпатяга! Что ты знаешь о Ноите? Если верить переводчику, Ноита дословно переводится как «Ведьма». А что мы знаем о ведьмах? Ну, они летают на метлах, проклинают всех подряд и хорошо горят. И последний пункт перенесён в игру весьма достоверно, стоит заметить. Но мы играем не за обычную ведьмочку, а за финскую. А много ли мы знаем о финнах? Судя по уровню безумия местных квестов, финны явно любят писать игры с бодуна после сильного алкогольного опьянения. Неспроста ведь в игру добавлены целых два вида алкоголя, заклинание, буквально призывающее море бухла, и рассол. А общаются финны между собой исключительно глазным шифром и головоломками в стиле загадок Джака Фреско. И эти хидные ребята сделали для нас игру, основополагающей механики которой является постепенное сведение игроков с ума, о чём сами разработчики прямым текстом говорят в одном из своих шифров. Ты думаешь, ты пришёл красть у нас? Нет, это мы украли у тебя. Мы украли твоё время, твои деньги и твоё здравомыслие. Это была вставка из ролика Тедонора, кстати, так что если хотите разобраться во всей шедевральности финских головоломок, рекомендую посмотреть аугайд по осознанию сюжета, ибо я отказываюсь принимать участие в анализе данной шизофазии. Мне пока моё ментальное здоровье дороже, и если я и захочу когда-нибудь лишиться мозга при помощи головоломок, то я выберу такую старую добрую скандинавскую головоломку как топор. Это хотя бы будет быстро и безболезненно. Сам же вкратце расскажу, что сюжет Ноэта основан на финском народном эпосе Каливали, и заключается в том, что снесла космическая утка три яйца. Из первого яичка вылупилась природа, породив жизнь и привычный нам мир. Из второго яичка вылупилась магия, которая тут же начала вращать законы природы на свои волшебные палочки и разбрасывать по всей округе фаерболы. И пока магия и природа срались между собой, из третьего яичка вылупились технологии, породив огнестрел и бухло, из пив которого хиси построили огромный бур для добычи золота и начали повсеместно наводить суету. И по сути наша цель заключается в том, чтобы преисполниться познанием и примерить три враждующих народа. Но проходя игру, вы об этом не узнаете, так как ничего кроме начальной заставки и кучи поехавших головоломок в самой Ноэте попросту нет. Так, что же в конце концов такое Ноэта? Ноэта по своей структуре знакомы многим из нас рогалик. Мы рождаемся, спускаемся в подземелье, убиваем врагов по пути и получаем на каждом этаже новые способности и лут, собирая из этого билд. Доходим до финального босса и либо бездарно умираем, либо ваншотаем его одним из множества различных способов. Звучит довольно-таки просто, но когда я говорил, что целью игры является постепенное сведение игроков с ума, я не шутил. Ведь в вышеуказанной схеме я упустил одну малюсенькую деталь. Вы будете умирать. Постоянно умирать. Много умирать. Из-за несправедливости игровых механик, незнания, как работают те или иные перки и заклинания, пропанового баллона, в которого вселился сатана с единственной целью сдетонировать твое хлебало, и, наконец, любопытности и глупости. Ведь, как бы сильно вы не пытались этому противиться, человеческая природа, подталкивающая нас к исследованию рано или поздно, приведет к тому, что совместите то, что совмещать не стоило. Или же просто возьмете перк стеклянной пушки, увеличивающий урон на радио взрыва в 5 раз и кинете заклинания ядерной бомбы, тупо чтобы посмотреть, что произойдет. Баланс же в этой игре настолько отсутствует, что даже я, наиграв Ноиту более 1000 часов, и сделав несколько успешных спидранов, включая мировой рекорд в категории без урона, все еще продолжаю умирать на первой локации. Большинство тех, кто пробовал Ноиту, дропнул ее на этом самом моменте, не безосновательно накатав жалобу, что это кривое говно без баланса и псевдо-хардкорная дрочила. Но те же, кто остались, те, кто остались, аккумулировали в себе всю ненависть и направили ее на единственно возможную цель — уничтожить то, что причиняет тебе боль. Ведь на самом деле, то, что игра не имеет баланса, играет в обе стороны. И сколь легко она ломает игрока, столь же легко игрок способен сломать ее саму. И Ноита предоставляет для этого все необходимые инструменты. Основной игровой механикой, не считая смерти, конечно же, является возможность комбинировать заклинания внутри жезлов, которая, по сути своей, является, пожалуй, первым после магики на моей памяти при внесении разнообразия в уже приевшуюся однотипную механику заклинаний в играх. Вы вольны располагать любые найденные заклинания и модификаторы в любой последовательности внутри вашего жезла. И при нажатии на левую кнопку мыши заклинания будут произноситься по порядку слева направо, что позволяет нам создавать невероятные комбинации, не задуманные разработчиками, и способные полностью сломать игровой баланс. Для примера возьмем стартовое заклинание. Слабовато. Добавим к нему еще парочку заклинаний и заставим палочку произносить их одновременно. Уже лучше. А теперь возьмем бесполезное, неспособное наносить урон облака алкоголя. Добавим к нему самонаведение и пробитие земли, а также бонусы на урон. И вуаля! Мы получили заклинание, способное найти каждого трезвенника в радиусе 10 километров, где бы тот ни находился, и набухивать его до тех самых пор, пока он не урет от цирроза печени, тем самым подтверждая все, что нам рассказывали о вреде алкоголизма. И это лишь малая часть того, что дает тебе ноида. Например, мир ноида состоит из пикселей, каждый из которых способен по физону падать, осыпаться, взрываться или гореть. Чаще всего гореть. И даже это можно использовать. Ты в очередной раз загорелся? Так потуши себя водой. У тебя почти не осталось здоровья, а от портала в следующий храм тебя отделяет тонкая стена? Взорви стену. Враги на локации не дают тебе жить? Обойди локацию, пробурив себе уютный коридор в стене. Не можешь одолеть финального босса? Просто обрушь потолок над его головой, и гравитация сделает за тебя всю грязную работу. И это я еще не говорю о системе алхимии, позволяющей смешивать различные жидкости и порошки. Польешь лаву водой, и она как в Майнкрафте станет обсидианом. Зальешь воду в радиоактивную жижу, она разбавится и станет обычной водой. Капнешь каплю концентрированной манны в океан, экологическая катастрофа тебе обеспечена. А если ты вдруг решишь поесть странных розовых грибов, и наешь их больше, чем на 180 секунд дебафа, то твое сознание расширится и отвернет реальный, заменив один случайный материал в мире на другой. При том, если ты возьмешь в руки колбу с каким-то материалом, то с шансом в 33% частью преобразования будет этот самый материал, что хоть и не полностью, но отчасти позволяет тебе контролировать саму вселенную, удаляя или приумножая нужные или ненужные тебе материалы. И все это делает Ноэту одной из моих самых любимых игр. Ни в одну игру я не играл так много, как в Ноэту. При этом, впервые пройдя ее исключительно ради спидрана около полугода назад, потому что прохождению игры я предпочитал исследование. И в игре есть что исследовать. И чтобы не быть голословным, вот маршрут, по которому вам придется спуститься для прохождения игры. А вот карта Мироноиды, которые вы вольны исследовать, искать секреты, побеждать боссов. А когда этого мира вам станет мало, вы можете пробиться через край карты в точно такой же, но параллельный мир, с небольшими отличиями, где будут почти все те же самые боссы, а главное, те же храмы, в которых вы сможете набрать еще больше новых перков. Главное, не трогайте порталы в параллельных мирах, ведь веселые финские геймдизайнеры решили подшутить над игроками, и теперь все порталы в параллельных мирах ведут в оригинальный, приумножая и без того немалые объемы бэктрекинга. Я крайне рекомендую попробовать Ноэту. Многих может отпугнуть местная, местами непонятная система магии, но в ней вся суть. Весь геймплей Ноэты происходит именно здесь, в этих небольших окошках. То, что вы сюда поместите, определяет то, как вы будете играть, и то, как долго проживете. Исследуйте Ноэту, экспериментируйте с заклинаниями, и тогда вы откроете для себя удивительные, ранее казавшиеся вам невозможными вещи. Одолейте босса, собрав идеальную палочку, или победите его одним-единственным заклинанием. Создайте самонаводящееся поле смерти, или просто взорвите весь экран. Станьте стремительно взрывающей все на своем пути кометы, или создайте посох, буквально перемещающий вас в параллельные миры. Выпейте море бухла, сожрите луну, сожрите финального босса, создайте солнце, создайте черную дыру, столкните их друг с другом, превратите океан в море говна, начните новую игру плюс, используя моба сломайте хп-пары, отправьте свое хп в космос, наступите в полиморфин и превратитесь в овцу, умрите! Только для того, чтобы начать все сначала, и в этот раз пройти этот путь немного по-другому. Ведь главное в Ноите не цель, главное это путь, ради самого пути. И то, как ты его пройдешь, зависит только от тебя. Ну и немного от рандома, конечно. В этом видео я не буду просить тебя ставить лайк, или подписаться на канал. Вместо этого я попрошу тебя дать Ноите шанс. Дать шанс той игре, что впервые за долгие годы игры за магов во всех играх, где есть хотя бы намек на магию, дала мне что-то новое. Дала мне возможность сотворить свою, настоящую магию. Так идите! Играйте! Изучайте! Творите! И не забывайте пинать вагонетку на счастье. Поговаривают, что это приносит удачу. И я надеюсь, что благодаря этому видео, хотя бы несколько человек попробуют эту игру, и сами ответят на вопрос, что такое Ноит. Благодарю за просмотр данного обзора, и отдельная благодарность этим ребятам, что поддержали мой канал. Сделать это можно по ссылке в описании, а также там находится ссылка на наш дискорд канал, в котором мы периодически играем во всяческие Егоры, и там же можно узнать новости о выходе новых видео. Удачи!